Добрый вечер! В эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. Возвращение домой. Эвакуированные из сектора газа казахстанцы прибыли в Алматы. Сколько еще наших граждан остаются в зоне боевых действий? Раньше срока. 17 ноября отмечается День недоношенных детей. Конечно, мы сами медики, все врачи, как психологи. Мы сами беседуем, помогаем, объясняем. Сколько таких малышей каждый год рождается в Казахстане и как врачи борются за их жизнь? Водная безопасность. В Казахстане построят 20 новых водохранилищ. Для обеспечения дополнительных объемов воды на первом этапе планируется построить 8 водохранилищ. Как еще чиновники пытаются не допустить дефицита воды? Во всем мире 17 ноября отмечается День недоношенных детей. Только в Казахстане ежегодно врачи выхаживают до 20 тысяч малышей, родившихся раньше срока. Причем вес таких крох иногда не превышает и 500 граммов. Анара Сюмбаева с подробностями. Айлана родилась два месяца назад, на 27-й неделе беременности. Все это время малышка находилась в специальном медицинском аппарате. Туда подавался кислород, регулировали температуру и влажность. Вес малышки, которая при рождении не доходила и до килограмма, сейчас составляет 2 килограмма 200 граммов. По словам ее матери, только на днях Айлану перевели в палату. Наша дочь сейчас чувствует себя хорошо. Некоторое время мы находились в реанимации. Теперь нас перевели в палату, мы очень благодарны врачам. Ежегодно в мире 15 миллионов детей рождаются раньше срока. Это примерно каждый десятый ребенок. У них отсутствует иммунитет, очень нежная кожа и самое главное, не до конца развитые внутренние органы. Часто у многих вес едва дотягивает до 500 граммов. На медицинском языке таких детей называют крайне недоношенными. Но даже таких малышей современная медицина выхаживает. За 9 месяцев 2023 года родилось 5 577 новорожденных детей. Из них 358 недоношенных детей, что составило 6,4% от общего количества живорожденных детей. Из общего количества недоношенных детей 33 ребенка родились весом менее 1000 грамм. Выживаемость детей данной весовой категории за 9 месяцев 2023 года составила 61%. Это довольно-таки неплохой показатель. Среди причин ранних родов врачи отмечают тот факт, что на раннем сроке женщин не ставят на учет. Кроме того, на преждевременное рождение ребенка влияют и соматические заболевания. Основной причиной считаются вредные привычки женщин, например, такие как курение. Также немаловажный факт – некоторые будущие мамы могут работать на промышленных объектах, где есть физическая нагрузка. Зачастую это тоже играет решающую роль. За каждой спасенной жизнью маленького гражданина стоит титанический труд команды профессионалов. Также многое зависит и от усилий молодой мамы. Поэтому ей тоже нужна помощь. В первую очередь психологическая. В связи с этим врачи больницы оказывают всестороннюю поддержку женщинам, родившим преждевременно. Мамы у нас психологически переживают, нервничают. Для нас есть поддержка, есть психолога. Конечно, мы сами медики, все врачи как психологи. Мы сами беседуем, помогаем, объясняем. Сначала, прежде чем маму с ребенком соединить, мы их, конечно, обучаем всем и поддерживаем. Когда они научатся выхаживать за детьми, кормить их, держать на руках, тогда вместе мы ложим в палату. Появление ребенка раньше срока – большое испытание для всех. Зато такие дети, говорят специалисты с самого рождения, привыкают бороться и побеждать. Поэтому растут и развиваются не хуже сверстников. Анна Расимбаева, Астана Таймс. Эвакуированные из сектора газа казахстанцы с членами семей прибыли в Казахстан. Специальным авиарейсом из Каира их доставили в Алматы. На борту 99 пассажиров. В аэропорту вылета и в салоне самолета спасенные развернули казахстанский флаг в знак благодарности, что про них не забыли. Напомню, организовал эвакуацию отечественный МИД по поручению Касымжимарта Тукаева. В ведомстве отметили, что она прошла успешно благодаря слаженной работе посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. Удалось достичь договоренности о безопасном выезде наших граждан из региона, где идут боевые действия. В воздушные гавани Алматы после всех обязательных процедур пассажирам спецрейса предоставили временное жилье. Если понадобится, им также окажут правовую и медицинскую помощь. Как отметили в Министерстве иностранных дел, дипломаты продолжат помогать гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта. Наш эфир продолжит Асимжан Жузбаева с обзором мировых новостей. Добрый день. Самые свежие новости в мире. В ближайшие пару минут расскажу я, Асимжан Жузбаева. Цахал делает все возможное, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения сектора газа. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил премьер-министр Израиля Бин Эмин Нетаньяху. Тем не менее, по последним данным, в газе от бомбардировки Цахал покибли уже свыше 11 тысяч человек. Большинство это дети и женщины. Израильские военные заявили, что обнаружили шахту тоннеля Хамас и заминированный автомобиль на территории больницы Аш-Шифа. Чуть ранее недалеко от Аш-Шифа было найдено тело убитой заложницы. Тем временем, неспокойно и в Европе. В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьер-министра Испании Педро Санчеса. Люди недовольны тем, что Санчес хочет объявить амнистию каталонским сепаратистам. Протестующие обвиняют политиков в стремлении остаться у власти любым путем. Толпа собралась 16 ноября у штаб-квартиры соцпартий с испанскими флагами. На акцию вышли около 50 человек, но количество манифестантов затем увеличилось. Си Цзиньпинь хочет отправить больше пан в США. Китайский лидер заявил, что ценит сотрудничество с Вашингтоном по сохранению медведей. Ранее три гигантские панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цзи были возвращены в Китай из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне, поскольку истекло соглашение об аренде. Мы готовы продолжить наше сотрудничество с США в области сохранения панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев для углубления дружественных связей между нашими двумя народами. В Индии обрушился тоннель. Пятый день спасатели пытаются вытащить из-под завалов 40 рабочих. К утру они пробурили около третьей пути, то есть им предстоит преодолеть в общей сложности еще 60 метров. Другой офицер спасательной команды внутри тоннеля сообщил, что пострадавших нет. Рабочим доставляли еду, воду и кислород по трубе, а власти поддерживали с ними связь по рации. На двухкилометровом участке есть электричество и вода. Мы также отправляем им еду, мы также ведем с ними переговоры. Наш приоритет спасти их всех и вызволить как можно скорее. И для этого предпринимаются всевозможные усилия. На сегодня у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Вопросами противодействия экстремизму должен заниматься антитеррористический центр Казахстана. Такое мнение высказал мажористмен Константин Авершин, комментируя одобренные Нижние палаты парламента поправки в законопроект о национальной безопасности. Их приняли во втором чтении. Одно из изменений коснется работы антитеррористического центра. Сейчас он занимается вопросами профилактики и противодействия терроризму. Но полномочия должны быть расширены, считает депутат. Терроризм это крайняя степень проявления экстремизма. Соответственно, этим должно заниматься базово и более внимательно одно ведомство. И этим будет заниматься антитеррористический центр. И компетенции хватает, и профессионалов хватает. Хорошие ребята работают. В ходе работы в рабочих группах я в этом убедился. Они будут заниматься экстремизмом любой направленности. Политическим, религиозным и так далее. Принятые поправки предусматривают также право на увольнение по собственному желанию сотрудников органов нацбезопасности, имеющих выслугу более 25 лет. Эти изменения имеют важное значение, поскольку опыт показал, что по истечении этого срока сотрудники хотят выйти на заслуженный отдых, а это отражается на качестве работы, отметил депутат. Я сам из правоохранительной системы, и я прекрасно понимаю, она нужна. Потому что люди, которые хотят уйти, и у них нет мотивации работать, их надо отпускать. То есть они начинают уже там выдумывать всякие поводы, со здоровьем и прочее. Это не нужно. Если человек не хочет работать, он должен заниматься другими делами. Он занимает что-то место более, скажем так, молодого, свежего, ретивого специалиста. В селе Казачьем на востоке страны впервые открыли медицинский пункт. Раньше более 300 человек ездили за помощью к специалистам в Усть-Каменогорск. Аналогичные объекты первичной медико-санитарной помощи построены еще в 12 селах Казахстана. Ведется строительство еще в 86-ти. Отмечу в своей предвыборной программе, президент Касымжумар Тукаев ставил задачу о восстановлении сельской медицины. Какими шагами идет ее реализация, выясняли мои коллеги. В селе Казачьем настоящий праздник. Здесь наконец-то появился медицинский пункт. Более 300 местным жителям теперь не придется ехать в райцентр или Усть-Каменогорск, чтобы сделать укол или получить систему. Открыл объект первичной медико-санитарной помощи вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. Главная задача – это оказание поликлинического приема. Пациент пришел, если у него есть хроническое заболевание, ему назначают лечение или проводят какое-то базовое обследование. Если у него сложная патология плановая, то его направляют в вышестоящую организацию, которая является центральной районной больницей. Теперь, если пациент пришел сюда в экстренной ситуации, базовую помощь могут оказать, но в данной ситуации работает срочный звонок на скорую медицинскую помощь. Отмечу, учреждение построено в рамках национального проекта модернизация сельского здравоохранения. В своей предвыборной программе Касымжумар Тукаев ставил задачу об оказании качественной медицинской помощи в каждом городе, райцентре и крупном селе. Ключевые цели национальной системы здравоохранения – снижение заболеваемости граждан и увеличение продолжительности жизни. Для этого усилим подготовку профессиональных кадров и профилактическую работу, восстановим сельскую медицину. Качественная медицинская помощь будет оказываться в каждом городе, районном центре и крупном селе. Это один из важнейших принципов справедливого Казахстана. В рамках исполнения данной цели правительством утвержден пилотный национальный проект модернизации сельского здравоохранения. В результате по стране построят 257 медицинских и 238 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 130 врачебных амбулаторий. Пока на сегодняшний день возведены 13 объектов. В лидерах по строительным темпам – Западно-Казахстанская область. На Казахстанской области планируется строительство 50 медицинских объектов, то есть объектов первичной медико-санитарной помощи. Это у нас медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В этом году уже началось строительство 12 объектов, 4 объекта у нас уже завершены. Один из них в селе Асан района Байтирек. Врачебную амбулаторию построили за 3 месяца. Сюда закупили современное оборудование на 25 миллионов тенге. Помимо врачей общей практики ведут приемы узкопрофильные специалисты. В поселке проживают свыше 2000 человек. И они очень рады, что теперь для получения квалифицированной помощи им не нужно преодолевать километры до ближайших поликлиник. Большое спасибо государству и местам Акимата, что открыли такое хорошее здание, амбулатория. Здесь сочи работают, медсестра работает, детская отделение работает. Есть кабинет минус стационара на 4 места коек. Это очень хорошо. Мы с нами все получаем. И нужно ехать на амбулаторию Мичуринскую. И таких медицинских объектов на селе планируется построить сотни. Для всех них уже выделены земельные участки. К 2027 году в Казахстане построят 20 новых и реконструируют не менее 15 действующих водохранилищ. Об этом сообщил министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. По словам главы ведомства, это позволит обеспечить страну двумя дополнительными кубическими километрами воды. Также ожидается снижение потерь воды при орошении. Для этого реконструируют 3,5 тысячи километров растительных сетей, а учет воды будет цифровизирован. Для обеспечения дополнительных объемов воды на первом этапе планируется построить 8 водохранилищ с объемом накопления 1,7 куба километров в Джамбульской, Козлординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. На втором этапе планируется строительство 12 водохранилищ в Ахтюбинской, Козлординской, Восточной Казахстанской и Карагандинской областях. Кроме того, планируется провести реконструкцию 15 гидротехнических сооружений. Идет разработка проектно-сметных документаций. Сотрудничество Казахстана с Венгрией водной отрасли обсудили в столице на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржгитова с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Казахстане Отто Ивана Мрона. Говорили также о международном водном форуме, который пройдет 20 ноября в Будапеште. В нем примут участие крупнейшие компании-разработчики водосберегающих технологий, посетят форум и казахстанские бизнесмены. Но Жан Нуржгитов отметил, его ведомство готово рассмотреть варианты сотрудничества, поскольку водный вопрос один из приоритетных для нашей страны. Это, в первую очередь, накопление воды, потом, какая вода имеется, это экономия. Экономия, рациональное использование, эффективное использование, увеличение применения водосберегающих технологий и, конечно, вопросы автоматизации цифровизации. Инфраструктуру Степногорска развивают ударными темпами. Для долгожданной газовой котельной уже разработали проект и выделили под нее землю. Также в городе отремонтировали 35 километров дорог, а за счет частных инвестиций ведется строительство мечети на 500 человек. Помимо этого, готов проект Дома культуры на 400 мест, а прямо сегодня в эксплуатацию сдали 45-квартирный жилой дом. Наши корреспонденты побывали на площадке. В этом году в Степногорске в рамках национального проекта «Сильные регионы драйвера развития страны» возведут три пятиэтажных жилых дома. На это из бюджета выделили 1 миллиард 700 миллионов тенге. Объект находится на контроле у Департамента строительства, архитектуры и градостроительства. Общая площадь застройки 2399 квадратных метров. В строительстве данных объектов в основном используются материалы отечественного производства. Это кирпич, цемент, арматура, бетон. Это все отечественное производство. В данном строительстве задействована подрядная организация, у которых в наличии имеется около 40-50 работников различных профессий. И также используется техника различной модификации около семи-десяти. Этот дом планируют ввести в эксплуатацию до конца года, а в прошлом году 100 семей отпраздновали новоселье. Всего на строительство потратили 7,1 миллиарда тенге. Индекс физического объема составил 70,5%. Введено в эксплуатацию 1613 квадратных метров жилья. В следующем году начнется строительство еще трех жилых домов. К слову, в Степногорске в очереди на жилье стоят более двух тысяч человек. Раиса Моргунова, Астана Таймс, из Акмолинской области. Работать на земле – это призвание души. Так считает глава крестьянского хозяйства Есимбек Мамбетов из Восточного Казахстана. Продукцию его агроформирования можно встретить не только на рынках региона, но и Узбекистана. Соседи выстраиваются в очередь за мукой. Такое у нее отменные качества, говорят аграрии. Сейчас в планах достроить цех по выпуску гранулированного комбикорма, но есть у фермера и мечта, которую он поделился с нашим корреспондентом Ириной Якониной. При въезде в район Самар сразу видны цеха и склады крестьянского хозяйства Мамбет. Оно одно из самых крепких в районе. И уже больше 30 лет руководит им Есимбек Мамбетов. Как называет себя? Аграрий по призванию и рождению. Земледелием занимались его предки. В 90-е Есимбек Далилович пробовал себя в бизнесе, но всегда тянуло домой, на землю. С братьями организовали крестьянское хозяйство. Вспоминает, тогда в дело вложили все, что было. И не прогадали. Теперь занимаются не только растеневодством, но и мясным производством. На сегодняшний день мы занимаемся сельхозпродукцией. Это растеневодство. Подсолнечник, пшеница, ячмень, проса. Основные вот эти культуры. И животноводство. И вот все, которые в культуре, мы как бы перерабатываем. С пшеницы муху делаем. С ячменя перловку делаем. С проса пшено делаем. Осень была дождливая, сетует Есимбек Далилович. Поэтому сутками приходится сушить зерно. Но качество хорошее, за продукцию не стыдно. Семечки отгружают партнером на маслозавод. В планах завершить строительство цеха по выпуску гранулированного комбикорма. Продукт на рынке востребованный. Есть и еще проекты по переработке. Но своих оборотных средств не хватает. Нужны субсидии. И мы, если хотим, вот этот какой-то, например, будущий, это все. Надо все равно. Вот такой помощь нам надо. Без этого сельхозформирование не могут. Это однозначные. Ну, при том, при всем стараемся, работаем. То, что берем, его как сырье не сдаем, перерабатываем. В христианском хозяйстве работает 95 человек. Растит фермер и молодежь. Учат на агрономов и животноводов. Без науки в сельском хозяйстве. Никак. Сельчане говорят, что Исимбек Далелович для всего района опора. Он является самым главным меценатом у нас по району. Когда бы к нему не обратился любой человек, он никогда не откажет. Он всегда решит вопрос положительно. Есть и у Исимбека Далеловича мечта – открыть медовый цех. Ведь он еще и дипломированный пасечник. В молодости занимался пчеловодством. Держал ульи. Знает все тонкости этого дела. Да и природы этих мест для целебного продукта лучше не бывает. Так что не исключено, что скоро на прилавках появится и фирменный мед. Потому что есть у фермера свой секрет успеха. А что сельское хозяйство? Призвание души или что? Да, я думаю, души призвание. Сельское хозяйство бизнесом не надо считать. Это не бизнес. Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Astana Times, Восточный Казахстан. Более 60% всех инвестиций в Центральную Азию приходится на Казахстан. Это говорит о том, что все больше инвесторов обращают внимание на наш регион для открытия производственных предприятий, утверждают организаторы Международного инвестиционного круглого стола. Мероприятие собрало в столице более тысячи делегатов. На панельных сессиях обсудили вложения в передовые технологии, транспортно-логистический потенциал и продовольственную безопасность. Здесь, в Казахстане, мы производим высокотехнологичную продукцию, которую экспортируем в Китай, одной из самых крупных экономик мира. То есть мы экспортируем не только нефть, газ и металлы, но и готовую продукцию. Поэтому мы понимаем важность инвестирования в высокотехнологичные отрасли. На форуме обсуждали важность региональных кластеров для стимулирования экономического роста. Эксперты убеждены, что для Казахстана создание кластеров и максимальное использование собственных ресурсов может обеспечить экономическую самодостаточность. Более половины мировых экономик уже внедрили кластерный подход и достигли значительного прироста ВВП. Казахстан – восходящая звезда Центральной Азии. Страна очень интересна для инвесторов. Как одни из крупнейших инвесторов в Международный аэропорт Алматы, мы говорим о большом потенциале Казахстана. Государство может стать огромным транзитным пунктом в регионе. Октюбинскому областному государственному архиву 100 лет. В честь этой даты прошло торжественное мероприятие «Архив Ель Тариха Нангщижереса». Сотрудников учреждения поздравил советник президента Республики Казахстан Малик Утарбаев, а также представители Министерства культуры и информации и местной власти. Указ об основании Октюбинского областного государственного архива был издан 12 июля 1923 года, а уже 15 сентября того же года новое учреждение начало свою работу. Тогда в нем работало всего лишь два сотрудника. Спустя 100 лет в архиве трудится 48 человек и собраны сотни тысяч исторических материалов. У нас архивный фонд составляет 712 тысяч единиц хранения. Это документы в основном с 1917 по 2020 год. Хотя в последнее время у нас появились документы и дореволюционного периода. На основе данных, хранящихся в Октюбинском архиве, написаны книги о Великой Отечественной войне и истории областного архива. Их презентовали сегодня. А в ближайшее время свет увидят произведения о жизни и деятельности исторических личностей, которые возглавляли Октюбинскую область в 20-30-е годы прошлого века. Например, Идрис Кушкинов. В 30-е годы он два года был председателем Октюбинского обл. исполкома. В книге, которую мы издали, есть о нем сведения. Сегодня мы передали это издание в фонд Октюбинского архива. Изучение судеб таких личностей очень важно. Сотрудники архива – это хранители истории. На торжественное мероприятие в честь юбилея прибыл советник президента Казахстана Малико Тарбаев. Он зачитал поздравления от имени главы государства. Также работники областного архива были награждены грамотами, благодарственными письмами и знаками почета. В том числе от Министерства культуры и информации. До 500 миллионов долларов в этом году может достичь экспорт казахстанской IT-продукции. Об этом заявил министр цифрового развития Багдад Музин. По его словам, сейчас IT-инновации пронизывают все отрасли экономики и способствуют повышению эффективности в различных сферах. В этом колоссальный вклад Астана Хаб уверен министрам. К слову, там завершился четвертый поток Silkway Accelerator. Участники получили доступ к мастер-классам и наставничество от топовых экспертов Google, опытных трекеров и менторов Астана Хаб. По итогам 2020 года мы в Казахстане имели 30 миллионов долларов экспорта IT-продукции. То по итогам 2022 года это была цифра 250 миллионов долларов. И в этом году, я думаю, мы достигнем 500 миллионов долларов США экспорта IT-продукции. Эти цифры сами говорят за себя. Поэтому становление Астана Хаба – это не только лишь показатель самой IT-индустрии, это показатель развития экономики всей страны. В этом году 12-недельную инвестиционную программу прошли 12 команд. Они в сумме привлекли инвестиции на 450 тысяч долларов. Среди них была от Султан Кулов. В его планах запустить искусственный интеллект, который позволит медикам сгенерировать антитела за считанные минуты. То есть специалист может зайти на сайт, ввести белок и через несколько минут он получает последовательность антител, которые лабораторным путем ждут годами. Допустим, необходимо создать какую-нибудь тест-систему достаточно быстро. Скажем, тест на беременность. Типа такой системы, допустим, против какого-нибудь вируса. Это может занять до года. Мы же, используя нашего искусственного интеллекта, зная, какой это вирус, можем создать компоненты для этой тест-системы, именно последовательность антител, в течение нескольких минут. Уже совсем скоро в столице состоится республиканский чемпионат профмастерства для студентов куледжей. WorldSkills Казахстан 2023 пройдет 22 ноября. Там соберутся представители госорганов, работники предприятий, а также педагоги и учащиеся технического и профессионального образования. В течение трех дней молодые люди будут демонстрировать свои навыки по 30 направлениям. Мобильная робототехника, электромонтажные работы, парикмахерское, кондитерское и поварское дело. Победители состязания получат путевку во Францию на чемпионат WorldSkills Lyon 2024, говорят организаторы. В этом году 8-й республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Казахстан 2023 года объединит 535 молодых специалистов и 510 экспертов со всей страны. В течение трех соревновательных дней из 23 по 25 ноября студенты колледжей будут бороться за звание лучших в своих компетенциях. К слову, движение WorldSkills направлено на повышение престижа и популяризации рабочих профессий, отмечают представители Минпросвещения. Также в ведомстве говорят, что вопрос с трудоустройством выпускников колледжей держат на контроле. В прошлом году колледжи закончили 137 тысяч детей, а в этом 141 тысяч. Отчет по трудоустройству показал, что 77% выпускников прошлого года трудоустроились и работают. Это хорошие показатели. Также по этим данным есть выпускники, которые продолжают обучение в высших учебных заведениях. И есть те, кто не находит работу. На этом выпуск завершен. Хороших вам выходных. До свидания.